Всем привет! Меня зовут Адельма Лохметов, и всю свою жизнь я занимаюсь картингом. Сейчас я прокомментирую пару сцен из фильмов с погонями. При повороте руля бечевка между ним и педалью газа натянется, и нажав на педаль, ты ее порвешь. При выпрямлении руля бечевка ослабнет, и тогда газуй. Ты должен ехать как можно быстрее, но при этом не рвать бечевку. Руки держи только на 9 и на 3 часа. Может быть, какой-то тренер и практиковал подобную практику. Кто-то использовал такую бечевку. Кому-то, наверное, технология помогла когда-то или где-то. Но я, когда посмотрел первый раз этот фильм, я очень был сильно удивлен, как это может вообще помочь гонкам. То есть, объясню проще, да? В тот момент, когда ты поворачиваешь руль, веревка, естественно, она будет натягиваться от педали газа. И она не даст возможность газ нажимать. И, наверное, тренер хотел донести таким образом до ученика, что ты сначала должен закатить машину в поворот, и после этого начинать открывать газ. Ну, для тех ребят, которые далеки, конечно, от картинга, может быть, им это даже поможет. Возможно, поможет. Но бывают такие моменты, что на трассе есть скоростной поворот, и нужно как бы идти в полный газ. Но и не получится оттягивать эту бечевку, и она в любом случае, наверное, порвется. Но прикольный момент. Только не забывай про его обгона. Будь терпелив. Анализируй действия каждого соперника. И используй любую их ошибку. В реальных гонках это даже доходит до контакта. То есть, если машина соприкасается друг с другом, ничего страшного. Если это в рамках правил, тем более, это может быть просто не так, как гоночный инцидент. А здесь пилот сделал все возможное, чтобы просто обогнать чисто. Да, на картинге просто это гораздо быстрее проходит, нежели на машине. То есть, пилот, когда находится в зоне атаки, соответственно, ему требуется просто вот эту долю секунды поймать на нажатие тормоза перед соперником. То есть, он в этот момент не нажимает тормоз, он еще продолжает держать полный газ. Как только соперник нажимает тормоз, в этот момент он просто оказывается как раз параллельно с ним. Это понятие называется там заехать в базу. Для картинга это нормальное явление. Только, да и большинство обгонов, на самом деле, в картинге, они проходят только в таком виде. Редко бывает, когда вот два пилота идут, и один проехал мимо. Это, я не знаю, какой должен быть мотор или что-то должно с соперником случиться. Все обгоны осуществляются таким образом. Причем здесь было очень чисто все. Всем привет, спасибо, что смотрите нас. На канале СНОП вышел новый выпуск проекта «Ее словами», посвященный женщинам в современной российской науке. В этот раз героем выпуска стала Софья Гаврилова, молодая ученая, которая занимается исследованием оледенения и вечной мерзлоты. Почему так важно изучать такое явление, как лавина? Что такое гуманитарная география? Это и многое другое вы можете узнать в новом выпуске СНОПа. А ссылочку мы прикрепили в описании. В горах лежит снег, и в горах сходят лавины. Глицология и кролитология — это области, которые занимаются оледенением и вечной мерзлотой. В горах и вечной мерзлотой под землей. Я рассматривала, какие мы можем придумать методики по внедрению данных дистанционного зондирования Земли. Меня зовут Софья Гаврилова. Я художник, исследователь, куратор. Я занимаюсь широкими вопросами советского, постсоветского пространства. Занимаюсь вопросами гуманитарной географии. Это тоже абсолютно нормальная практика. Когда он развернулся, да, он просто пошире вышел. И из-за этого попал, как здесь было рассказано, на червячков, на пыль, на грязь. То есть это уже не быстрая траектория. Из-за этого и случаются развороты. Так как резина, которая используется на картинге, называется Sleek. Ее сцепные свойства это максимальное. Дает сцепление с дорогой. В этом случае он попал на грязь и его развернул. Травма опасна любой автомобильный вид спорта. Картинг не исключение. Просто всему нужно отдавать отчет. Если ты не отдаешь себе отчет, то это можно и на велосипеде, и на самокате себе голову сломать. Но достаточно безопасный. Так как без экипировки тебя никто не допустит. Ни до каких соревнований. Сами современные карты, они тоже очень безопасные. Тот же самый пластик, отбойники. У пилота это защита шеи, шлем. Единственное, в этой ситуации самое страшное, что может случиться при перевороте. Если пилот не отпускает машину, машина просто на него падает, и он ломает либо ключицу, либо руку, либо плечо, за предплечье. Я слышал вообще просто. За всю свою жизнь занятие картингом за 25 лет Д было смерти. Это из, так скажем, современной практики. При том условии, что еще 25 лет назад не было такой безопасности. Это вроде был бескоробочный класс. 120-130 км в час машинка может разогнаться. Вес очень легкий, это 80-85 кг без пилота машина весит. И без коробок вот этого класса как раз таки 30-35 лошадиных сил. То есть проблем нет разогнаться в такой легкой машинке. Это дождевая гонка, дождевые шины. И парень все сделал правильно. То есть в этом случае он как раз таки нырнул, как говорится, в базу. Классный момент. Я люблю дождевые гонки. И ребята, которые на самом деле понимают, что такое дождь, скользко, они получают некое превосходство. То есть в этом случае ты должен максимально понимать, как хорошо скользит машина. Если скользит, то в тот момент, где она может упереться хорошо. Особенностей много, но это в первую очередь человек сам должен чувствовать упор колеса. То есть пилот, он будет быстрым в том случае, если он понимает, в какой момент машина начинает и где она начинает упираться. Если ты колесо не упер, машина не упер, то быстрого поворота не стоит ждать. Это чувство. Чувство колеса, когда ты можешь именно пройти по траектории. Не просто проехать как-то поворот, быстро, медленно. Это такой гоночный сленг спортивный. То есть то же самое, как грипп. Если ты поймал грипп. Долго, на самом деле, об этом можно рассказывать. Если ты упираешь колесо, ты проезжаешь быстро. Если колесо срывает, машина, значит, все будет срывать. И все начинается именно как раз с первой фазы прохождения поворота. Не после. То есть сначала торможение, поворот, прокат и открытие газа. Это угнает за 60 секунд, да? Не упустите его. Не упущу. Подожжаем разгонку до достаточки. Ведите наблюдение. Солнце вы сейчас. Не упустите его. У меня гражданский вертолет, а не военный. 150, 160. Черт! Да, вот это ас. Что-что? Ну, конечно, дело в тайш. Почему он так быстро уехал? Конечно, здесь показано то, что он воспользовался кнопкой нитро, закисью азота. Но если даже перевести в мили, он переключился там на 140, вроде, миль в час. Это порядка 230 километров в час. И я не знаю, по такой дороге, как бы это вообще в реальности выглядело бы. Вот это сказка уже. В реальности на такой скорости не удержать просто чисто физический автомобиль в таких условиях. Это, да, как бы экшен, это фильм. Это закись азота. С помощью этого газа автомобиль получает большой прирост мощности, но ненадолго. Есть категория соревнований, гонок, так называемый драгрейсинг, где используется закись азота. Ну и для того, чтобы остановить автомобиль, еще помимо закись азота на драгстерах, даже применяются парашюты. Потому что автомобиль может разогнаться 300-350 километров в час за небольшой отрезок. Но ему также нужно будет еще и быстро остановиться, безопасно. Я настолько внимательный, никогда, мне кажется, в фильме не смотрел. И продолжил. В плане прыжка не сомневаюсь. Каскадеры на самом деле это делают, практикуют. Перелетают даже какие-то бывают в ютубе реальные ролики, когда машина взлетает над вертолетами. Но что она дальше продолжит движение, опять-таки, это очень маловероятно. Но в этот момент опять-таки это автомобиль страдает. И двигателем может просто от подушек оторваться. И подвеска, то есть амортизатор, рычаги, все на чем держатся колеса. Это все просто отвалиться должно. В любом случае. Это надо было моего ребенка позвать. Пошел. И еще посмотрим. Маккуин пошел на обгон. Чик и Кинг, оторвались. Похоже, Маккуин вышел из гонки. Он вырулил. Вернулся на тайп. Порхай как бабочка. Не сказать, что это неправда. Или правда. Для маленьких зрителей, на самом деле, это очень, наверное, такой момент. Очень прикольный. Они, наверное, детишки к этому иначе отнесутся. Но в жизни это вообще просто нереально. Тем более в дрифте. Дрифт – это не та категория, которая может конкурировать с кольцевыми гонками. Это какой-нибудь Индианаполис, Наскар-трасса. И тот же самый пилот Маккуин решил по газону всех обогнать. Не, за срезку трассы, естественно, пилот получает наказание. Но то, что он сейчас обгонял по газону или вообще там вне трассы, это физически просто невозможно. Даже в мультике. Хотя в мультике возможно, в жизни нет. Это как бы контур руления. Но не на такой скорости. Это контур руления нужно, чтобы просто ты мог спасти машинку. И все, выровнять ее. Но не более. Для обгона, если только рядом какая-то такая же машина будет ехать боком, как и в дрифте, парный дрифт, тогда нам что-то получится из этого. Но и не в мультике, и не в жизни это нереально. Вернее, в мультике, а не в жизни это реально. Автомобиль номер 71 врезался в автомобиль 63. Это авария. 8 автомобилей. 9 автомобилей. О мой бог, это номер 3, Кабанский. Смотрите, как он едет на крюч автомобиля. При перевороте пилот пострадал. Естественно, это старый фильм. Но безопасность, даже учитывая, что в те времена существовали гонки, эту безопасность никто не отменял. И почему он там лежал уже на самой крыше, а не на ремнях, и каркас безопасности его не спас, я не знаю. То есть, наверное, на тот момент не нужно было для съемок показывать вот этого всего. И решили показать то, что вот, все, приехали. А так бы с ним ничего не случилось бы. Серьезного такого. Он не мог уже не перевернуться. Это вот здесь, это реальная картина уже была, это реальная сцена. В этом случае, кстати, он даже мог еще продолжить движение. Так что я здесь ничего сверхъестественного не увидел. Здесь не нужно никакие мифы разрушать. Это нормальная ситуация. Он еще должен был продолжить движение. Ну, он попал на грязь. Он выехал шире, чем нужно было. То есть, из-за этого, естественно, его и понесло. После этого квет, овраг, и он перевернулся. Он не мог уже не перевернуться. Вообще, вполне возможно, потому что, когда снимали даже эту картину, это просто сложилось так, что не нужно было даже там каскадеров никаких не нанимать. Еще что-то. То есть, нормальная практика. Вот если сравнивать вот эту сцену и современные фильмы, она гораздо круче, чем нынешний. Потому что нет эффектов. Это снято вживую. Для таких кадров, для таких старых фильмов могли подготовить десяток автомобилей, чтобы снять вообще просто один дубль. Сейчас это не нужно, есть графика, как бы технологии позволяют сделать любой цвет автомобиля в любом месте, там, все что угодно. Мне нравятся такие моменты. Из всего? Картинг. Картинг самореалистичный. Ну и вот, фильм, на самом деле, вот этот был классный, мысль, задумка. Это современный фильм про картинг. Но до сих пор никто его снять не может. Вот так, какой он на самом деле есть. Либо снимает документальные какие-то фильмы, либо какие-то YouTube ролики. Сейчас, наверное, и TikTok какой-нибудь начнут снимать. Картинг, картингу очень мало внимания уделяется. Несмотря на то, что он основа основ. Картинг и есть начало пути для любого спортсмена. Любой гонщик Формулы-1 начинает с картинга. Мне нравятся такого рода фильмы. Естественно, как и любой мальчишка с детства, наверное, начинал болеть этим. Need for Speed, Forsage. Сейчас это уже немножко другая индустрия. И те эмоции уже не испытать, когда первый раз ты видишь там в детстве Forsage. И сейчас, естественно, ты пересматриваешь, понимаешь, насколько это уже примитивно. А в плане фильмов, последний фильм, который впечатлил, это он документальный, конечно. Это фильм Netflix, Шумахер. Пока, блин, я думаю, даже, кстати, будет продолжение, скорее всего. Потому что он закончился как-то вот не так, как хотелось. Хотя бы история Шумахера, она после Феррари продолжалась. Субтитры создавал DimaTorzok